Астинское общество на севере и юге разделилось на противные Средства людей на севере и юге Осетии Беспокоить, что на различных информационных ресурсах раздаются открытые призывы к протестным акциям, отмене, либо игнорированию запланированных гастролей. Наблюдаемая тенденция к дальнейшей эскалации не может не тревожить руководство республики и меня как президента страны. Хочу отметить, что такие провокации никак не служат сплочению разделенного астинского народа и развитию интеграционных процессов с Российской Федерацией. Мы не должны допускать, чтобы кто-то мог манипулировать нашим народом, ссорить братьев и разрушать нашу семью, которая является Осетия. От ссоры двух братьев всегда выигрывает кто-то третий. И кто бы ни был этот третий, он явно не заинтересован в том, чтобы осетины продолжали жить и чувствовать себя одним народом, с единой исторической судьбой, культурой и общим будущим. Нам понятно недовольство части населения обеих осетинских республик, особенно южных осетин, подвергшихся геноциду со стороны Грузии. Грузия для южной части осетинского народа является непростым соседом. Именно Грузия развернула полномасштабную войну, которая только за пять дней августа 2008 года унесла жизни сотен людей и превратила республику Южная Осетия в руины. Нельзя списывать со счетов и событий 20-х и 90-х годов прошлого века. Все эти злодеяния Грузии, иначе как геноцидом южных осетин, назвать нельзя. И ведь до сих пор ни один из грузинских правителей, политиков, общественных деятелей и деятелей культуры за это не извинился. Никто не признал эти события роковой ошибкой. И никто не хочет дать Южной Осетии юридически обязывающие гарантии неприменения силы. Гарантии того, что такое больше никогда не повторится. Именно по этой причине грузинская тема в югостинском обществе является очень болезненной и чувствительной. И любое неосторожное, непродуманное обращение к ней почти всегда вызывает бурю эмоций и негодование. Республика Северная Осетия Аланья является субъектом Российской Федерации и, конечно, имеет право самостоятельно решать целый ряд вопросов своего политического, социально-экономического и культурного развития. Очевидно, что приглашение грузинских артистов укладывается в общую стратегию постепенного восстановления отношений между Россией и Грузией, а также в усиление российского присутствия на Кавказе. Остинская культура. Наши традиции и обычаи заставляют нас быть благородными по отношению как к сильным, так и слабым, как к друзьям, так и к врагам. Но не нужно смахивать со счетов, что у людей, переживших ужасы грузинского фашизма, еще свежи раны от пережитых потерь и потрясений, и они еще не готовы к культурному димашу грузинских артистов в Осетию, пусть даже в ее северную часть. Мы ни в коем случае не должны допустить сумятицу и раздор среду осетского народа. Я призываю всех соотечественников к традиционно присущей нашему народу выдержке и не поддаваться сиюминутным эмоциям. Хочется надеяться, что врожденное благородство позволит нашим северным братьям понять реакцию южных осетин, а также отделить гостеприимство и политическую конъюнктуру от сложного и очень непростого процесса восстановления доверия между осетинским и грузинским. народом. Спасибо всем. Спасибо. 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 Поехали.